Добрый день всем! Ну, как бы видео такое совершенно необязательное, да? Трудно удержаться от соблазна, не высказаться по поводу того, что происходит в стране, я имею в виду Украину. Сначала такое маленькое отступление, для того, чтобы никто не думал, чья засланный кузачок. Я нормально разговариваю украинскую мову, а для того, чтобы не колечить мову, а быть, я буду все-таки российскую, то, чтобы не доживашку, пидбораты, потребни слова. Теперь перехожу на русский, это просто для аудитории, которая, возможно, не будет в стране в Украине смотреть. Особенно для той части, сильно озабоченной, скажем так, национальным вопросом. Я несколько слов на украинском языке сказал, для того, чтобы не думали, что я агент Кремля. Итак, первое, я украинец по национальности. Второе, первый раз на первой революции, 9 лет назад, я был в числе сторонников революции. Я там провел 7 суток на Майдане, и тогда мы верили в то, что мы что-то делаем для страны. Причем тогда российская пропаганда это все преподносила как выступление против России. Ничего подобного там не было, я говорю как очевидец, который, в общем-то, практически, в буквальном смысле, 7 суток провел на Майдане. С редкими часами сна, которые тогда получилось выкроить. Поэтому я изнутри как бы тот процесс видел, и ничего такого вообще тогда украинцы были заняты только тем, что, скажем, хуже, чем Прикучима быть не может. Он нам хочет посадить на шею Януковича, бывшего бандита и так далее, и так далее. И мы не хотим этого допустить. В общем, я к чему это все веду? То, что происходит сегодня на Украине, я считаю лично это крах идеи украинского государства. Со времен распада Союза, основная мысль, к которой нам пытаются власть имущие вдолбить в голову, шумы незалежные, самостийные. Я так коверкаю специально, потому что я сейчас очень иронично к этому отношусь. Люди, которые трубят на всех углах о независимости и о самостоятельности, не должны собираться в тысячи, в десятки тысяч человек на Майдане для того, чтобы стать хавуями у нового хозяина. Мы независимы от кого? Только от России? Или мы независимы вообще? То есть тут большой вопрос. В этом я вижу самое первое и самое страшное, что сегодня происходит. Кроме того, что дураки, не дай бог, там устроят какую-то заваруху, погибнут невинные люди, пусть, хотя чаще всего, кстати, погибают не зачинщики, а случайные прохожие, которые просто не в том месте оказались. Если вернуться назад, то основной лейтмотив существования украинского государства – это то, что мы веками шли к самостоятельности, хотели, чаяли ее, так сказать, и так далее. И вот, наконец, мы ее получили. Ну, мы ее получили зачем? Затем, чтобы устроить государство, государство сильное, способное договариваться с сильными. Или просто лечь под нового хозяина, в данном случае под Европу. Вдумайтесь, сегодня в стране даже не поднимается вопрос, почему эти 50 тысяч не вышли два месяца назад. А что, у нас что-то хорошее было в стране два месяца назад? По-моему, нет. Было плохо. А что, полгода назад было чуть-чуть лучше, чем сегодня? Почему эти 50-100 тысяч человек не вышли на улицу и не сказали «Янукович, уходи!» И все, кто там есть, уходите. Иначе мы просто вас сметем. Мы просто так не хотим жить. Мы не хотим жить в стране, где насилуют безнаказанно в милицейских участках женщин. Мы не хотим в стране жить, где сбивают на остановке, на Лексусе, и никому ничего за это не бывает. Мы не хотим жить в стране, где чиновники делают свои дела, а народ живет отдельно. И так далее. То есть у нас масса вещей, о которых можно протестовать. Где вот эти тысячи людей? Их не было. Почему? То есть я так понимаю, психология украинца сегодня, да, это, к сожалению, это моя страна. Я не отделяю себя от моей Родины. И я не отказываюсь от своей Родины. И если там кто-то из особо национально-сознательных товарищей, да, кто-то захочет меня упрекнуть в том, что я москаль, я не москаль. И дурачи мовы, Володи Юнигирши вас. Поэтому вся суть проблемы сегодня состоит, что в Украине, в обществе, в самом обществе, прежде всего, не стоит вопрос построения собственного государства. Мы сидим и ждем, что мы ляжем или под тех, или под тех, и наши проблемы куда-то сами денутся. И все. Ведь по сути, ничего созидательного нет. Давайте разрушим. Ну хорошо, давайте разрушим Януковича. Но давайте посмотрим, кто против кого воюет. У меня ощущение дежавю. Девять лет назад ровно те же лица, ровно против тех же. С одной стороны Янукович, с другой стороны демократичная оппозиция, в которую входили практически все ныне здравствующие персонажи, которые опять же на Майдане точно практически с такими же лозунгами, ну вот банду геть. Значит, банду геть и бандитам тюрмы. Ну, девять лет назад это уже говорили. Банда никуда не ушла, в том числе и та, которая пришла на крыльях оранжевой революции. И никто в тюрмы не пошел, кроме незадачливой Тимошенко, которая просто не сумела, в отличие от Ющенко, договориться с действующей властью. И все. То есть она просто проиграла. И не смогла принять поражение. Вот ее посадили за это, на самом деле. За то, что она просто не приняла свое поражение. Я больше чем уверен, если бы она приняла поражение и тихо сидела, никто бы ее не посадил. Вот и все. То есть, по сути, сегодня Луценко, который уже был министром МВД, вы что-то увидели такое? У нас что-то порядка больше стало в стране после него. У нас был Яценюк, да, он кто у нас был? Спикер парламента. Что у нас, что-то получше там с законами стало? Не те же самые дела под ковром делали? Не так же разворовывали страну? Но кто сегодня появился? И Тигны Бог? Кто это такой? Это же Халуй. Такой же Халуй, как и все. Я сегодня говорю и об Азарове, и об Януковиче. Вот вся власть сегодня у нас халуйская. С обеих сторон. Я не защищаю ни тех, ни тех. У меня проблема та, что сегодня невинных людей побьют, для того, чтобы решить свои проблемы. И с той, и с другой стороны власть, к власти рвутся люди, у которых психология Халуя. Которая просто ждет, где больше дадут и все. Давайте посмотрим больше. Ну, снесли памятник Ленину. Ну, что вы добились? Ну, вы снесли его. Хорошо. А вот здесь, в Париже, где я живу, есть станция Сталинград. Никому в голову не придет этот Сталинград переименовывать или сдирать плитку с надписью «Стадин Сталинград». При любом раскладе. В Германии стоят памятники советским воинам. Для нас они воины-освободители. Для немцев это оккупационные войска. Это памятник воинам, которые убивали их отцов. Да, там, и даже некоторые горячие головы говорят о миллионах изнасилованных женщин, якобы, да, и так далее. Там эти кошмары демократические. Когда начинают говорить, то кажется, что у людей вообще способность мыслить отсутствует, как таковая. Аборигенам дали политинформацию, и аборигены упрямо 20 лет твердят о какой-то ерунде, в которой хотя бы какие-то факты можно сопоставлять, хотя бы пробовать думать. Сколько в том месте в то время было войск общие отчисленные. Это что, каждый красноармеец изнасиловал по 20 раз? Так вот, если вернуться, абстрагироваться от прошлого, да, в Германии никто не сносит советские памятники. Правда? Вот это Европа, в которую мы так все хотим. То есть, ну, вы знаете, давайте смотреть на Белоруссию. Да, как бы ни ругали Лукашенко, он строит свое государство. Да, он маневрирует между Россией и Европой. Но строит свое государство. Вы видите кого-то там сегодня у власти, который хочет строить свое государство? Какая разница, на каком языке я разговариваю? Вот люди, которые сносили памятник Ленину, они плюнули в душу собственным родителям. Я не говорю о той части украинского населения, который живет на Западе. Там ситуация была другая. И, возможно, там подавляющее большинство так и думает, что Ленин враг народу. Ну, вы знаете, по прошествии времени мертвые отвечать не могут. А кого угодно сделают врагом. Давайте, как вы себе представляете, те, кто валил Ленина сегодня. Ну, давайте, вот вы сегодня считаете Степана Бандеру своим героем. Ну, найдите еще пару десятков таких же Шухевичев и всех остальных. Хорошо. Давайте вообразим, что сегодня во всей Украине его признали. И в Донбассе, или где угодно. Вот, героем Украины. И мы 30 лет будем воспитывать новое поколение на том, что это герои нашего государства. А через 30 лет какая-то очередная мировая катастрофа сметет действующую власть, да, и придут новые. Вы, кто сегодня валил Ленина кувалдами, уже будете стариками. И ваших идолов, молоденькие, крепкие, безмозглые пацаны, будут лупить кувалдами по башке. Как вы будете себя чувствовать? Все, во что вы верили, все, с чем вы жили, лучшую часть своей жизни. Валяется на мостовой и какие-то дебилы, извиняюсь на слове, других слов я подобрать не могу. Вот это враги государства. Вот это враги народа. Те, кто там сейчас сталкивают лупами, одно и то же общество между собой. Одних и тех же людей. Мы, граждане одного государства. Национальный вопрос поднимать. Языковой вопрос поднимать. Поднимать вопрос оккупации. Окупации советскими войсками Украины. Это что было? Независимое государство? Она пережила из состояния Российской империи. Успели немцам продаться, кстати сказать. Посмотрите на историю 1918 года. Сколько? Пять правительств сменилось. Пять за полтора года. Ну и закончили тем, что пришли кто сильнее и забрали. Но опять же осталась та же территория в составе той же территории. Это не было независимое государство, которое пришли немцы завоевывали. Это пришли те же люди, которые вчера же были. Ну то есть другая часть этого же общества была здесь же в начальниках. Понимаете в чем дело? То есть по сути люди, которые сносили Ленина, это люди, у которых мыслительные процессы на уровне пола. По-другому я сказать не могу. Потому что это политически, по-моему, очевидно, насколько глупость такая, которую просто ни на какую голову не натянешь. То есть взять и собственных родителей плюнуть, потому что нам сегодня хочется Ленина валить. На какая разница кого? Вы говорите о кат украинскому народу. Ну вы знаете, я не хочу сейчас разъединять людей и спорить, у кого больше крови на руках. Но поверьте, вот история нашей страны, это история непрекращающейся трагедии, которой не одна сотня лет. Со времен Киевской Руси и до сегодняшнего дня это череда больших и маленьких трагедий, в которых жил и выживал наш народ. И он один. И не надо по языку нас делить. Посмотрите на мое лицо. Ну я ж чурка, на первый взгляд. Но я украинец, я ощущаю себя украинцем и никем другим. Хотя по внутреннему своему состоянию я русский человек.